и отдохнуть с хорошей книжкой в гамаке, в кресле или где-нибудь ещё, конечно, не придумаешь занятия лучше. Друзья, вы слушаете четвёртый выпуск экспериментального подкаста отдела литературы на иностранных языках библиотеки Белинского «Профиль». И с вами вновь Катерина Ефимова и Олеся Багло. В первую очередь, как всегда, хотим сказать огромное спасибо всем, кто слушал наши предыдущие выпуски, за комментарии, поддержку, пожелания и просто за то, что вы решили потратить время на то, чтобы нас послушать. Сегодня мы с вами хотим поговорить о лёгком чтении, потому что лето – это пора отдыха, отпусков и каникул. А на отдыхе всем нам хочется в первую очередь отдыхать и отдохнуть с хорошей книжкой в гамаке, в кресле или где-нибудь ещё, конечно, не придумаешь занятия лучше. Традиционно в группе отдела ВКонтакте мы провели опрос среди наших подписчиков, чтобы понять, что же такое лёгкое чтение. Итак, лидерами стали чтение для развлечения, 18 голосов, неудивительно. Простой и понятный язык книги, наверное, это имелся в виду не только иностранный язык, но и русский, потому что тоже важно, это 17 голосов, и с небольшим отрывом лёгкое чтение – это отличный способ отвлечься от житейских проблем. Всего 11 голосов, но я думаю, это не страшно. Для наших подписчиков не является основным критерием небольшой объём, хотя для тех, кто едет в отпуск и предпочитает читать бумажные книги, тогда физическая лёгкость печатного издания может стать основным критерием для выбора, что читать. В электронном виде 200 страниц или 500. Совершенно не важно. Да, в электронных книжках сколько весит, столько и весит. Вообще для меня лично основное из всех этих предложенных вариантов – это отличься от проблем, потому что я до сих пор помню, как на четвёртом курсе у меня была ужасно-безумная летняя сессия, куча сложных экзаменов, у меня мозги кипели, это было лето, естественно, жара. А мой друг, посмотрев на моё измученное лицо, дал мне в руки первую вообще в моей жизни книгу из мифической серии «Асприна». Это прекрасная юмористическая фэнтези, и я прочитала первую книжку, и это действительно помогло мне немножко очистить голову и от теоретической грамматики, и от методики обучения английскому языку. Сессию тогда, конечно, сдала, ну и «Асприна» тоже полюбила. Правда, сразу вас хочу предупредить, у книг «Асприна», независимо от того, читаете вы мифическую серию или шутовскую серию, или любую другую, есть одна очень нехорошая особенность. Они вызывают привыкание, и очень сложно остановиться на первой книжке. Кстати, «Асприн» есть у нас в фонде в оригинале, и он отличает практически всем критерием. Несложный язык, небольшой объём и интересный и необычный сюжет. Олесь, а у тебя есть такой пример из жизни? Вообще, что ты читаешь, чтобы отвлечься от работы в своём гамаке? У меня нет нужды отвлекаться от работы. Я отвлекаюсь от работы сразу, как я покидаю рабочее место. Я, на самом деле, если подумать, читаю для развлечения. Причём вернула мне эту способность читать для развлечения, опять же, это работа. Потому что, ну, последние несколько лет я больше смотрела фильмы и сериалы, и, честно говоря, от чтения последние годы совершенно ушла. Но, вернувшись в библиотеку, став библиотекарем, ну, как-то не камильфо быть библиотекарем и не читать книги, я начала постепенно возвращать этот навык, и сейчас я читаю чисто для развлечения. Но, опять же, какую литературу ты выбираешь, чтобы развлекаться? Каждый раз это разное. То есть, когда, если, опять же, поспрашивать людей, кому-то нравятся любовные романы, да, кому-то нравится фэнтези, кому-то фантастика научная. Мужчины многие выбирают фантастический боевик. Кому-то нравится юмористическая литература. Я не знаю, что мне нравится. Мы последние времена, я понимаю, что мне, я не знаю. Мне очень легко нарваться. Вроде бы беру юмористическую книжку, но мне не нравится. Беру любовную литературу. В прошлом году брала с собой именно в отпуск, чтобы отдохнуть, чтобы расслабиться, развлечься. Брала любовный роман. Мне не понравилось, мне было скучно читать. Вот. А тут недавно перечитывала Ребекку. Ребекку можно назвать легким чтением? Мне так взлетело. Вряд ли. Ну, реально взлетело. А сейчас читаю очень легкую юмористическую книгу, и мне неинтересно. Поэтому... В общем, легкое чтение – это не для тебя. Да я не сказала бы так, но, в общем-то, у нас один комментатор в группе очень верно сказал, кому-то и дю на легкое чтение. А кому-то и не знайка. А кому-то и не знайка. А кому-то и не знайка. Действительно. У каждого свой критерий легкости. Ну и... Ну и если брать иностранные книги, если мы читаем на иностранном языке, что для кого будет легким? Ну, я думаю, все-таки люди, которые читают на иностранном языке, в первую очередь смотрят на язык. Да, чтобы было попроще читать. Чтобы было понятно. Поэтому на самом деле в иностранном языке есть несколько вариантов легкого чтения. Это, во-первых, легкие по языку, это и адаптированная литература, причем не только ридеры, там на 15-20-30-50 страничек, но и более-менее нормальные, объемные произведения, где просто слова немножко подчинены. Кстати, сейчас у нас в отделе стоит выставка как раз легкого чтения. Это, она разделена на две части, и в одной части стоит как раз адаптированная литература, а в другая половина, ну, мы выбрали категорию Young Adult. И там стоят книги на выбор подростковая литература. Причем мы ориентировались не только на читателей, которые выбирают английский язык. У нас там есть книги на немецком, испанском, итальянском и даже на китайском языке адаптированная литература. Вот, так что кому интересно, может прийти посмотреть и выбрать себе книжку на летнее чтение у нас в отделе. Если успеете на выставку, если не успеете. Да, успеете. У вас еще, как минимум, месяц есть на этом. Да, ну и в любом случае список выставки мы можем прикрепить к этому подкасту. Список литературы, да, в принципе. Да, поэтому он никуда не потеряется. Адаптированная литература, то есть это у нас все есть. У нас есть книжки легкие по объему, до примерно до 200-300 страниц, особенно если учесть, что литература на иностранных языках у нас обычно в мягкой обложке, то она и не займет немного места, немного веса. Это точно. Ну и, конечно, легкие по содержанию тоже у нас есть и женские романы, и фантазии, и фантастика, и детективы, и приключения как классические, так и современные. И детская литература тоже. Вы знаете, когда вам уже немножко плюс годиков, иногда очень интересно перечитывать то, что нравилось в детстве, потому что взгляд меняется совершенно, этой книжки совершенно иначе оцениваешь. Ну и интересно читать современных авторов, есть современные детские писатели. Например, очень популярный сейчас в Великобритании Дэвид Уоллимс, вот, его книги очень нравятся нашим читателям. Они как раз-таки простые, легкий язык и веселое содержание там про разных мальчиков и девочек и очень странные ситуации. Вот, заинтриговала. Вообще, вот, если говорить еще про детскую литературу, вот, как Олеся говорит, читайте то, что вам нравилось в детстве, то в детстве мы все равно ее читали на русском языке. Сейчас, мне кажется, самое время начать их читать в оригинале. Потому что, опять же, если взять опыт наших встреч английского книжного клуба, мы с огромным удовольствием прочитали на английском языке «Волшебника страны Ост». Сейчас мы читаем Алису. Да, конечно, Алиса в легкое чтение тоже не отнесешь. Чтение ее отнести сложно, но очень интересно и всячески вам советую. А на следующий месяц у вас Шерлок Холмс планируется? Да, кстати, интересно. И если ведь тоже, когда мы читали Шерлока Холмса? В детстве многие читали именно? Ну, может быть, в подростковом возрасте. В подростковом возрасте, скорее всего. Это все. В общем, вот, если вдруг думаете, приходите к нам на встречи английского книжного клуба поговорить о Шерлоке Холмсе и докторе Ватсоне. Закругляемся? Да, я думаю. Закругляемся. Что ж, дорогие друзья, спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Надеемся, вам тоже понравился этот выпуск по каналу. И вы обязательно напишите нам в комментариях о своих впечатлениях. Ну и, конечно, поделитесь с нами названиями книг и авторов, которых вы читаете, чтобы отвлечься от суровых будней, чтобы развлечься и отдохнуть. Ну и до встречи через месяц. Пока-пока. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok